Продолжение следует... ...что мы слушали в прошлый раз, о чем Паришит Мухарадж спросил очень полезные вопросы, которые он задал Шухадев Госвами. Шухадев Госвами очень обрадовался, когда он услышал этого вида вопроса, который задал Паришит Мухарадж. Почему? Та Личность, которая обладает знаниями в Атме, Параматме, он может лишь только ответить на эти вопросы. И Шухадев Госвами был очень доволен, потому что эти вопросы касались Бхакти. Человеческая форма жизни настолько редка. Почему Кришна даровал нам эту человеческую форму жизни? Для того, чтобы совершать Бхаджин. Лишь только для совершения Бхаджина, что Кришна мил всего даровал нам эту человеческую форму жизни. Но мы совершаем все совершенно противоположным образом. Что Ромаджи сказал, обращаясь в этой шлоке. Кришна даровал нам эту человеческую форму жизни. Широ Манджи обращается к гражданам Айотхи. О, мои дорогие граждане! Это человеческая форма жизни. Она настолько редка. Если проходить через тысячи и тысячи видов живых существ, то, кто обретает человеческую форму жизни, она лишь только принадлежена для того, чтобы совершать саданатхарму. Что означает совершать Бхаджин Господу, который является дверью в бхакти истинного освобождения. И вы стоите на пороге этого освобождения. Однажды один слепой каким-то образом вошел в большую пещеру, в какой-то большой холл, из которого можно было выйти. И там было очень много дверей. Восемьдесят четыре. И он был слеп. Сколько там было дверей? Восемьдесят четыре тысячи дверей, которые вели из этого холла. А он с помощью, он рукой прикасался к этой стене. И он везде видел, чувствовал, что стены, стены, стены. Но он не нашел дверей. Он шел, держась за палочку. Он обошел весь этот большой холл. И, наконец-то, он достиг той двери, которая была открыта. Но когда в тот самый момент он отпустил свою руку, то, что везде двери были закрыты, которые он ощутывал, они были закрыты. И в этот момент, когда он шел к открытой двери, он отпустил свою руку и почесал себе в затылке. А затем, когда он уже опять прикоснулся, он видел только, он ощущал только закрытые двери. Кто этот слепой человек? Это мы. По ошибке мы... А этот мир сравнивается с этим большим просторным холлом, у которого 84 тысячи дверей. И все эти двери закрыты. Закрыты, закрыты, потому что в других видах существования невозможно было открыть дверь освобождения, истинного освобождения, что является Баптик. Они закрыты. И лишь только в человеческой форме жизни можно отыскать и ту дверь, которая открыта. Но для нас, для многих она закрыта. Почему? Потому что в человеческой форме жизни мы все еще продолжаем думать, «О, двери закрыты для нас, двери закрыты, нет никакого пути, двери закрыты». Что означает? Мы продолжаем делать то же самое, что мы совершали в своих пложных жизнях. Защищаться, спать, питаться и совокупляться. Эти четыре принципа, которым мы продолжаем следовать и в этой жизни. Все то же самое, что мы делали в прошлых воплощениях. И поэтому мы через очень длительный период, меняя тела, находясь в самых низких видах существ, поднимаясь выше и выше, и достигнув человеческой формы жизни, мы не в состоянии совершать заданное баладжану, таким образом убивая себя. Это является самоубийством нашей души. И таким образом мы проводим свою жизнь следуя этим четырем принципам. И поэтому тот, кто желает обрести бессмертие в этой жизни, он должен совершать ангелы преданного служения Шраванам, Киртанам, Смаранам. А кому? Тасмат означает, то, кто желает освобождения от этого материального мира и достигнуть обители Кришны. Затем имеются два вида бхакти, один из них Рага Бхакти, Рагануга Бхакти и Лаиди Бхакти, кто совершает Рагануга Бхакти. Они совершают бхакти, Шьяма Сундар, Кришне, в настроении спонтанной, любовной привязанности. И в этой шлоке, которую сейчас Пуджи Паршидар Мухараш произносит, объединяется о шести достояниях. Тот, кто обладает этими шести достояниями, в стопроцентном соотношении, это верховная личность Бога. Только Шри Кришна имеет эти шесть достояния. Тот, который играет на тлейте. Кришна Канта, Рада Канта, Нанда, Нанда, это Рагамарга Бхакти, Авайдя Бхакти, совершается бхакти в Айшваре. Я считаю, что Кришна, думая о богатствах великолепия Кришны, Шри Нарайана, Шри Вишну. Но тот, кто стоит на Агануга Бхакти, он совершает служение Шри Кришне в его прекрасной форме, которую он проявляет в Абражже. Имеются также три вида преданных, это гьяни, йоги и бхакти. Кто желает мокши, он стремится к освобождению, а йоги, они стремятся к реализации параматмы, которая находится в сердце. А тот, кто желает обрести Абхай, бесстрашие, он совершает бхакти Кришны, совершая Шраванам, Киртанам, Смаранам и так далее. Тот, кто желает совершать бхакти, каким образом? Харинама, Киртанам, что является самым высочайшим, наилучшим путем. Имеется очень много частей, составляющих бхакти, а из них самая высочайшая, это Харинама, Санкертанам. Это Харинам, который может даровать истинное освобождение из этого материального мира и также даровать совершенно бессмертие, бесстрашие. Поэтому, совершая Харинама, Санкертанам, что является высочайшим совершением бхакти, почему же именно Нама, Санкертанам является самой высочайшей частью, составляющей Анги Бхакти? Потому что Шри Кришна в зависимости от места, времени, в любом месте, в зависимости, не учитывается время, место и обстоятельства. В любом положении можно воспевать святые имена. Шри Кришна не говорит, лишь только у утра вы можете повторять святое имя, ночью не рекомендую. Кришна не говорит, ты можешь совершать Киртан только лишь утром, в любое время. Совершенно не имеется никаких правил приписания для воспевания святого имени. Патра означает это та личность, которая совершает Бхаджан. Поэтому каждый может совершать Бхаджан. Даже мусульмане, крестьяне, как-то кто-то говорит, может быть, кто-то, Аллах, он говорит, что только мусульмане подходящие поклонятся ему. Но в Индии Кришна, он говорит, что все могут иметь квалификацию, обладать квалификацией, служить Господу, в любой касте, которые принимают рождение в человеческой форме жизни, мусульмане, христиане. И даже, вы знаете, Хануман, он был в форме обезьянок, но он был величайшим, слугой Ширама. Нельзя сказать, что если ты являешься индийцем, живешь в Индии, то ли можешь совершать с Харином и слушать Кришне. Намасанкиртан везде можно совершать, в любой стране мира, в Америке, в Англии, в других местах. Нет никаких правил. Шикшаш, так как, Шичитане Макапрабу сам утверждает. Шичитане Макапрабу говорит нам намакари бахутха, что Кришна, у Него столько имен, бесчисленное количество, очень сладостных имен Кришны. Шилабхатюн Монтакурвы там Божи не прославляет Сваруху Святого имени. Шилабхатюн Монтакура рассказывает о том, что Харинаму является самим Сварупой самого Кришны. В этом Божи Монтакура Бхатюн Монтакура прославляет Свощи именно Кришны Ишиматин Нанда Браджижан Нанда Наш Кокула Монтакура Монтакура Нас Монтакура 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 Нас Михайлов Монтакура Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господа Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 с помощью ума, языка, громко повторяя, потом тихонечко совершенно и в своем уме. Когда громко воспеваем святое имя, это дарует благо всем окружающим. Харидас Токур, кто-то спросил его, почему так громко воспеваешь святое имя? Харидас Токур ответил, он очень громко воспевал маха мантру. Почему ты так громко воспеваешь? Харидас Токур ответил, скажи мне, если кто-то в одиночестве принимает пищу, или кто-то в семье находится и раздает эту пищу другим. Поэтому я воспеваю громко для того, чтобы все блага обрели, все окружающие. Тот, кто в своем уме воспевает, какое, если, например, сравнить тем, кто громко воспевает, можно сравнить, что он обретает больше блага. Тот, который громко, потому что в этот момент он думает не только о себе, а о всех, кто окружает его, для того, чтобы так же они все обрели духовное благо. Поэтому воспевание святого имени является наилучшим, самым возвышенным путем. Когда во время расы Левая Шимакер Тхаране дала просавши Нараджи, и когда Нараджи, он воспевает святые именно Радики и Кришны, он громко, играя на вине, воспевает их славу. Нараджи, он всегда, Радика Рамана, Вина, он всегда, всегда просовляет. И под могущество святого имени Шукадев Госвами громко, воспевая, медитируя на Шри Кришну, иногда он плачет, иногда смеется. Поэтому точно так же, если вы будете громко, воспевая святое имя, вы можете даровать благо не только для себя, но и всем окружающим. И Шукадев Госвами далее продолжает. О, Парикшит Мухараджи, не беспокойся, ты думаешь, что тебе осталось всего 7 дней, и что с тобой произойдет в эти течения 7 дней. Из тысячи-тысячи предыдущих рождений мы не смогли обрести освобождение, и мы думаем, что 7 дней этого недостаточно. Но на самом деле это достаточно строго для того, чтобы обрести истинное освобождение, которое было недоступно в прошлых воплощениях. Однажды один царь, который был очень могущественным, и произошло сражение между полубогами и демонами, и они взяли его, полубоги, на сваргалоку, как-то его звали, и он хотел также участвовать в сражении с демоном, и полубоги были очень довольны и счастливы им. Они сказали, пожалуйста, проси любого благословения, которое ты желаешь. Картван, как-то этот царь сказал, о, Индра, пожалуйста, прежде чем дать мне благословение. Я хотел бы знать, сколько же мне осталось жить в этом мире. И тогда Индра сказал, у тебя всего лишь 35 минут тебе осталось жить. И он тогда сказал, ты сможешь мне даровать мукте освобождение? Он сказал, нет, я не в состоянии. Затем сказал, кому я же должен поклоняться, чтобы я смог обрести освобождение, если ты не в состоянии. И тогда он сказал, ты должен совершать благословение муконде. И Картван, этот царь, сказал, о, Индра, пожалуйста, дай мне благословение, чтобы я мог вернуться скорее на землю, потому что на свароголоке бахти недостижимо. И у меня есть всего лишь это маленькое количество времени. И незамедлительным образом он вернулся на землю. И он полностью погрузил все свои чувства в лотосный стопы Кришны. И тот же же немедленно он достиг истинного освобождения, что является мукте. Еще когда я в Госвами дару этот пример, сказал, что если кто-то обрел освобождение за всего за 35-38 минут, то у тебя есть сильней, Аликшек Махарадж, что же нет причин для беспокойства. И еще когда я в Госвами далее рассказал о поколении пандавов, и далее. Поэтому вы знаете, если тот, кто реализует, что у него мало времени осталось, и он обязательно станет на путь бахти, почему? Потому что он знает, что в этом материальном мире все на самом деле не имеет такой большой важности все временно. И что является самым важным? Вот этот самый момент, когда человек стоит на упорога смерти, он понимает, что только Господь может помочь ему и спасти его. Прекрешно. Потому что ему очень трудно было. Потому что он к нас и погружается. Он шоу-процитирует Зам Хаража. Мы вообще становимся хорошим. Ария Кришна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...